Шепотом сатаны называется той Николай Сербский мысль о самоубийстве и призывает всегда гнать ее от себя, когда бы мы ее не получили в своей голове. Мы знаем, что люди, пребывающие в пьяном состоянии, иногда слышат, видят бесов и слышат просьбу, приказ от них, иди и соверши самоубийство. Мы знаем, что бесы через спиритические сеансы рассказывали будущему митрополиту Тихону, принуждали, просили его под видом Николая Васильевича Гоголя, чтобы он совершил самоубийство и помог этому Гоголю якобы в загробном мире. Почему самоубийца такой лакомый кусок для демонов и что делать близким таких людей, к нам обратилась женщина, у которой дочь полгода назад совершила самоубийство. И как за нее молиться, можно ли это делать, и что с ней будет там после смерти, после воскресенья, об этом поговорим сегодня. Я думаю, тема достаточно важная, потому что так или иначе, среди близких или друзей такие люди у нас с вами тоже есть. И можем ли мы их оставить в своих молитвах, и как молиться, и что вообще все это значит, поговорим сегодня. Прежде чем приступим к теме «Друзья всех», зову и всем официально объявляю, что ровно через неделю мы запускаем второй поток марафона, который называется «Как легко бросить телефон». Я считаю, что в нашем современном мире, особенно тебе, который любит смотреть YouTube, это критично важная вещь, которая отделяет нас от Бога. Это не просто марафон по какой-то эффективности личной, по тайм-менеджменту, это марафон, который напрямую связан с христианством. Потому что каждая лишняя минута, которую я и вы проводим в телефоне, это преступление против нашей с вами христианской жизни. После того, чтобы молиться, наш мозг, к сожалению, наркотическим образом, через дофаминовую петлю, через гормональную зависимость, теперь запрограммирован на то, чтобы залезть в телефон. Заметь за собой, когда тебе скучно, ты берешь телефон, листаешь ленту. Когда у тебя в компьютере что-то затормозило, закрутилось колесико и надо подождать, ты берешь ленту. Когда ты в очереди в супермаркете, ты берешь телефон, листаешь ленту. Когда ты едешь в транспорте, ты берешь телефон, листаешь ленту. Даже если ты супер православный человек, не в кавычках, а в хорошем смысле даже, кстати, ты чистишь картошку, ты слышишь звенящую тишину, тебе плохо становится, ты берешь и включаешь проповедь отца Андрея Ткачева в телефоне. Это тоже признак дофаминовой зависимости, признак того, что вместо того, чтобы порадоваться, господи, у меня минутка, мне никто не мешает, мне не нужно свой мозг занимать, я чищу картошку, слава богу, я хочу опять с тобой поговорить, спасибо тебе за это, спасибо за то, помоги мне в этом, помоги в этом. А сегодня вот такой случай был, подскажи, как мне поступить. Вместо этого звенящая тишина побуждает нас не к молитве, а к тому, чтобы взять в руки телефон. И с телефона мы начинаем утро, вместо молитвы, вместо этих курсивных строк в молитвослове, утром, прежде всякого дела, встань перед всевидящим богом. Прежде всякого дела, ты тянешься за телефоном и листаешь ленту. Вечером, вместо того, чтобы закончить свой, помолиться, побежать в постели, там домаливаться, еще что-нибудь, говорить богу, ты листаешь ленту в телефоне. Все связано с этим, это я на курсе, на марафоне рассказываю, каким образом все это происходит и почему это реально наркотическая зависимость. Как сигареты, как выпивка, как что-то еще более страшное, как сладкое, это зависимость, связанная с нашими гормонами, и из нее просто необходимо вырваться, если ты хочешь быть христианином. А мы ее даже порой не осознаем. Кажется, что все нормально, что мы едим одной рукой, едим другой, листаем телефон. Что с тобой случилось, человек? Ты что творишь? Ты с близким не общаешься, ты с Богом не общаешься, ты можешь пройти всю дорогу, проехать на машине, если раньше ты наслаждался цветением весенних деревьев и переливами радуги в небе, ты теперь нет, ты либо в радио, либо ты в телефоне, ты не смотришь по сторонам, ты не живешь эту жизнь, ты живешь в телефоне. Это очень страшно, это нехорошо, это ужасно. И может быть ад для нас после смерти в том числе будет состоять в том, что у нас не будет телефона, а наедине самим собой мы быть не можем. Поэтому я всех приглашаю на трехнедельный марафон, давайте подсоберемся, расскажем друзьям, сами захотим потратить это время. Есть разные варианты участия, как обычно вплоть до бесплатного участия, только для того, чтобы мы все собрались в одну большую команду и сделали это. Чтобы мы решили потратить каждый день некоторое время на участие в марафоне, 15 минут. Для того, чтобы шаг за шагом, от легкого к более сложному, сделать этот путь, обязательно проходите по ссылке, читайте отзывы людей, которые в прошлом году прошли марафон. В том году, кстати, он был дорогой и не бесплатный, потому что такая была у нас ориентация на неверующих людей сегодня. Я вот только вам в этом и рассказываю, только верующим. Поэтому цена максимально низкая, ну и бесплатная есть цена. И то есть все, все для вас, только присоединяйтесь, если вы правда хотите три недели серьезно над этим поработать. И через три недели ваша жизнь поменяется. Вы будете жить иначе. Я скажу последнее. То, что вот эта зависимость дофаминовая, она исчерпывает гормона, ну дофамин, да, в нашем организме. И если ты день начинаешь с телефона и часами проводишь в листании ленты свой день, тебе плохо. Никто после листания ленты не встает такой бодренький и ох, как хорошо мне. Я отдохнул. Ты не отдыхаешь. Ты себя загоняешь в яму. Там очень тяжело. Ты не можешь, у тебя нет сил, чтобы следовать каким-то важным целям. Ты, может, хотел курить бросить, ты теперь не сможешь бросить курить, потому что ты весь свой дофамин слил на телефон. Ты хотел еще что-то сделать, помочь кому-то. Тебе неохота никому помогать. Позвонить другу, неохота звонить. Почему? Ты не знаешь почему, а потому что ты в телефоне зависал. Представляете? Это именно так работает. И эти пагубные механизмы, и эти крючки, которыми наполнил наш телефон, мы вскрываем в марафоне, открываем каждому глаза. На то, как это все ужасно, и как с этим бороться. Так что приходите, я всех жду. Успейте записаться, пока запись открыта на наш новый марафон. Ну и как новый, ему уже целый год. Но всего лишь второй поток будет. Почему самоубийство такой страшный грех? Мы знаем, даже нельзя подавать записки за такого человека в церковь. Но дело в том, что в этом прошлый раз говорили о том, что мы спасаемся по причастию ко Христу в его церкви. Если мы принадлежим церкви, если мы находимся вот в одном теле со Христом, являемся членом его тела, церкви Христовой, то тогда мы после смерти пребываем вместе с Ним. И после воскресения тоже будем. Дай Бог пребывать вместе с Ним. И в этом и заключается спасение, то есть пребывание вместе с Богом. А там, где Бог, там жизнь. Там ты никогда не умираешь, там жизнь и веселье вечное. Но есть одна маленькая проблема. Недостаточно просто креститься, чтобы стать членом церкви. Для того, чтобы оставаться там, необходимо, ну и есть момент причастия, да, регулярной актуализации того, что мы находимся там. Но более того, нам необходимо воздерживаться от грехов. Потому что грехи, и сейчас мы говорим даже не про мелкие грехи, а про крупные, так называемые смертные грехи, они выбрасывают нас из церкви. Почему, например, людям, живущим в гражданском браке, ну по-русски, по-православному, в таком блудном сожительстве, пребывающим в смертном грехе, почему им нельзя причащаться? Да потому что они как некрещеные. Они даже хуже. Они крещеные, но потом их вышвырнуло из церкви, и они ничего для этого не делают. То есть грех, блуда вышвырнуло их из церкви, но они не каются, не меняют свою жизнь. И поэтому, ну они не могут причащаться, не могут актуализировать, так скажем, вот это свое пребывание в церкви. Надеюсь, я понятно говорю. Если нет, то не сегодня будут пояснять, если что спрашивать. В общем-то, и смертные грехи потому и так страшны, потому христиане всегда боятся умереть в смертном грехе, потому что смертный грех означает, что ты умираешь вне церкви. И как уж там ты, будешь ты с Богом или нет, но это огромный один большой вопрос. Поэтому так хорошо быть на этом корабле. Поэтому мы исповедуемся регулярно, поэтому мы причащаемся постоянно, поэтому бережемся от тяжелых страшных грехов для того, чтобы жить более-менее спокойно. Потому что если ты будешь в церкви, ты вместе со всем скопом и святых, и несвятых святых, вот нас с вами, которых церковь на каждом причастии, на каждой литургии называют святыми. И мы въедем в это Царствие Небесное, мы будем там с Богом так или иначе. А если тебя грех вышвырнул, надо скорее возвратиться. И смотрите, вот такая доктрина сложилась в церкви с давних пор, что самоубийство, оно в принципе не отличается от убийства. Ты тоже убиваешь только самого себя. Но если ты убийца, тебя поймали, ты находишься где-нибудь там в тюрьме, и молитва на родных или собственная твоя душа возрождается, и ты понимаешь, что ты совершил ужасные вещи, ты можешь там в тюрьме покаяться мысленно. Дай Бог, еще там священник есть, ты можешь даже поисповедоваться, этот грех перестанет быть для тебя препятствием для входа к Богу. И ты снова будешь в церкви. Потому что исповедь, искренняя исповедь, она возвращает тебя снова в церковь. И поэтому убийца, находящийся, например, в тюрьме, покаявшийся, решивший больше так не делать, полностью все осознавший, и искренне исповедовавший свой грех перед священником и перед Богом, он снова является членом церкви. Представляете, он снова находится там. Но что происходит с самоубийцей? Почему именно это так страшно? Почему дьявол так сильно хочет, чтобы все это сделали? Да потому что у самоубийцы нет возможности вернуться в церковь. Представляете, он совершает убийство самого себя, он отшвыривается, уходит из церкви сам самовольно, как когда мы ели, когда-то отказались от Бога, нарушает связь с Богом, разрушает ее. А когда ему возвращаться? Он умирает. Он уже не совсем человек, не вполне человек. Душа его бессмертна, тело его умерло. И все. Как бы конец. То есть он лишается возможности покаяться. Поэтому самоубийце настолько страшно. Именно поэтому существует правило святого Тимофея Александрийского, запрещающего вынимать частички, поминать на проскомедии в церкви самоубийц. Если они совершили это в обменяемом состоянии, относительно, как бы там ни было. Если это не сумасшедшие. И даже их не отпевают. Потому что они в этот момент убийства себя перестали быть членами церкви. Церковь не может вот таким именно образом их поминать. Почему именно? Я еще не буду пояснять. Это не значит, что церковь перестала их любить. Или перестала за них переживать. Нет. Церковь это ведь Христос. А Христос за одной погибшей овцой готов. Он сказал, я пришел не к праведным, но грешным. Готов пойти куда угодно. Он спустился в глубины ада, чтобы достать оттуда Адаму и Еву. Но поминовение на литургии это нечто другое. Сегодня давайте не будем про это говорить. Поэтому церковь запрещает и правильно делает допоминать их на проскомедии, потому что это уже не вполне члены церкви. Но что с ними будет, самоубийцами? И что делать нам? Можно ли молиться? Или это страшно, ужасно? Нельзя? Я давайте сегодня кратко об этом скажу. Смотрите. Ну, есть одна радостная новость. Она от святого Льва Оптинского. От старца Льва Оптинского. Он говорит, что... Он говорит, что это известный момент, который сейчас в нашей церкви, как сказать, такая живая часть предания и очень важный для нас. Он сказал, одному из своих учеников, у которого папа покончил с собой, он сказал, что ты молись за него. Молись в простоте сердца. Он дал ему правила молитвенные. Я скину ссылки на это правило и на канон, который можно читать дома. Ну, то есть, не в смысле, ты вместе со всей церковью такой довольный будешь это делать. Вот этого мы не делаем в церкви. Но дома, конечно, есть молитва. То есть, вот есть молитва, если своего сердца не хватает, и нужен образец какой-то или пример, вот я вам скину эту молитву, которая очень многих утешала и ему многим помогает. И еще, отец Лев сказал, что, короче, он сказал, что ты даже не должен чрезмерно печалиться про отца. Ну, то есть, впадать в уныние. Молись и верь, и предай его Господу Богу. Можно ли не печалиться, если я его люблю? Невозможно. Вроде невозможно, но вспомни, что Бог любит его, твою папу, гораздо больше, чем любишь ты. Это не какие-то отверженные самоубийцы, которые, ну, которые вот отчасти отвержены, отчасти Бог не перестал их любить, не перестал о них плакать вместе с нами. Поэтому Бог-то и так сделает все, что можно для того, чтобы этот человек был с ним. Поэтому Бог без сравнения больше, чем ты, любил и любит его. Ну, вот этого папу-самоубийцу, говорит старец Лев Оптинский. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего. То есть, будет он, грубо говоря, в аду без Бога или с Богом в раю, предоставить вечную участь благости и милосердию Бога, который, если соблаговолит помиловать этого человека, то кто ему может воспрепятствовать? Кто-кто-кто может противиться ему? Вот такие утешительные слова сказал старец Лев. И поэтому мы с вами, во-первых, не должны до конца, вообще не должны отчаиваться. А во-вторых, должны, конечно, употребить личные усилия для того, чтобы помочь нашему ближнему, который вот таким образом вне церкви закончил свою жизнь. И, в принципе, об этом даже и не нужно, наверное, говорить, потому что любая молитва, вот давайте запомним важный момент, любая молитва возможна в том случае, если ты любишь человека. Насколько ты его любишь, настолько ты и будешь за него молиться. Это вот очень важно понимать, потому что действительно нас приводит такое сравнение, что самоубийца и какой-то ужасно страшный человек. когда ты за него молишься, ты как будто бы, ну вот он находится там в лапах бесов, ты как будто бы мясо, кость из собаки злой пытаешься вырвать руками, и вот и ты сам можешь пораниться. Да, такое есть. Такое есть, когда мы молимся за тех, кто действительно очень сильно полно. Смотрите, потому-то и возможно любовь, тогда, когда мы, возможно молиться с таких людей, тогда мы их любим. И невозможно говорить там сыну, церковь, допустим, было бы так, церковь запретила тебе молиться, не молись за папу. Да как он сможет не молиться? Особенно первое время, да любая его молитва, или молитва матери за ребенка, неужели она может обойтись без того, чтобы она не вспоминала свою дочь и не просила Бога, не умоляла, чтобы дочь была рядом с тобой, Господи, тоже, и мы с ней тоже увиделись, и вместе наследовали вечную жизнь. Можно ли отказать в этом сердце, даже если его заставить молчать, оно все равно будет вопить. И смотрите, эти моменты, что ты сам подвергаешься опасности, два момента тут важные есть. Когда ты молишься за самоубийством, ну ты действительно сам, могут быть какие-то искушения в сторону твою. Но неужели мама не рискнет своим благополучием ради того, чтобы помочь своей дочери? Конечно рискнет. Поэтому все эти моменты, что вот, ну как сказать, человек, который любит, он не может не молиться. И он готов, грубо говоря, пожертвовать собой ради своего ближнего. И в этом заключается его любовь. Как говорит Христос, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за брата своего. И поэтому, если у нас есть эта любовь, мы не сможем не молиться. Мы будем закрывать глаза на те опасности, которые есть, когда мы молимся за самоубийц. И важно дополнение. Все-таки некую духовную гигиену соблюдать стоит. А что это значит? Ну, во-первых, не нарушать правила церкви. Ничего не поможет, если вы наврете и записку подадите с именем самоубийцы, там, поминовением в храме. Лучше не будет, будет только хуже. Молитесь так, как церковь благословляет. Вот есть даже молитвы определенные, я скинул их в описании. Да их и так легко найти. Есть канон. Вот мы читаем, давайте я прочитаю историю, что есть такая была подвижница наша схемонахиня Афанасия. И говорится, что она по совету Девеевской Блаженной Пелагеи Ивановны трижды постилась, ну, по какому-то времени, да, по 40 дней. И молилась в эти 40 дней. Пост и молитва, прочитывая ежедневно замечательное молитвное правило. Одно из самых чудеснейших, которые есть вообще у нас. 150 раз Богородица Дева Радуйся. Молилась за своего брата, который в пьяном виде повесился, и она, вот эта женщина, Афанасия-схемонахиня, получила откровение, что по ее молитве брат освобожден от мучений. Вот есть такая история. Она приводится в книге Афанасия Сахарова, святителя, про усопших, как за них молиться. В общем-то, все эти моменты существуют, поэтому молиться нужно, но надо молиться в рамках того, что благословляет церковь, то есть келейно. И я думаю, это не только мой совет, прежде чем какое-то правило на себя брать. То есть понятно, что мама не пойдет к батюшке, не будет прийти к батюшке, благослови меня, у меня такое с дочерью случилось, я молюсь Богу, вопию днем и ночью за нее. На это благословение не нужно. Но на какие-то молитвенные правила, которые ты берешь за кого-то, за друга своего, за ту же дочь, еще за кого-то, все-таки лучше идти к батюшке и брать благословение. То есть, грубо говоря, батюшка, я вот в книге такой момент прочла, хотел бы сделать так же, я хочу вот 40 дней поститься и молиться, я буду читать 150 раз Богородица, Дева, Радуясь, пожалуйста, благослови меня. Или я буду читать канон за самоубийц дома, благослови меня, столько-то раз буду читать. То есть, если какое-то правило постоянно, регулярное берем, то лучше пойти к батюшке, чтобы он вас благословил. У батюшки есть на это харизма, благодать, если вы что-то на себя непосильное возьмете, он подскажет, остановит, сбавит ваш напор, скажет, лучше так сделай. То есть, вот это такая духовная гигиена быть должна, это лучше сделать. Надеюсь, понятно я сказал. Ну вот такие дела. И дальше, да, мы понимаем все, что случилось. Да, мы понимаем, что самоубийца отторг себя от церкви. И понятно, что есть такие моменты, что, грубо говоря, свой последний момент, пока человек даже, не знаю, летит с этажа вниз, он может покаяться и к Богу вернуться. Может, может. Знаем мы это? Не знаем. Это было бы чудом и радостью. Но он может и не покаяться. И поэтому нам свою любовь надо добавить, свое желание быть с Богом, добавить Ему. Это и есть молитва за ближних. Не дерзко молиться, просто кто-то там умер, о, вот я хочу, я такой крутой, я молитвенник, я буду за него молиться. Это ужасно, это кончается плохо. Но если ты его любишь, повторюсь, ты не сможешь не молиться. Просто нужно подобрать правильную форму. Еще важный момент, для того, чтобы мы молились, и чтобы вот те искушения, о которых было сказано, чтобы нас Господь защищал. Что делать? А нужно его держать за руку. А как его держать за руку? А поступать по его заповедям. Во-первых, самим нужно быть в церкви. Нужно быть крещеными, нужно регулярно причащаться, искренне к этому подходить, понимать и ощущать, что ты соединяешься с Богом в причастии. В воскресенье быть в церкви и там причащаться. Нужно соблюдать его заповеди. То есть бояться греха, бояться согрешить. Особенно, если ты за кого-то молишься. Чувствовать, что Господь рядом с тобой. Вот эту связь сохранять. Читать Евангелие. Ну, понятно, вот это все. Молиться, поститься, слушать радио Радонис. Это все внешняя форма. Но суть такова, что ты должен креститься и пребывать в церкви, бегать от греха, с Богом постоянно разговаривать, читать Библию, слушать проповеди, что-то еще. То есть, насыщать информацию, связанную с Богом. Грехи исповедовать. Делать добрые дела. Вот важный момент, кстати, не сказал его. Помимо того, чтобы пребывать в церкви, еще. Помимо молитвы, также оптинские старцы благословляют. Это очень хорошая вещь. Это прям то, что можно просто взять и сделать. И делать постоянно. Подавать милостыню за самоубийц. Прямо так и сказано у святителя Афанасия Сахарова, очень такого серьезного человека. Раз он сказал, значит, он где-то прочел. Он говорит, что оптинские старцы заповедуют творить милостыню за самоубийц. Ну и за еретиков это можно делать. Вот тут написано. Короче, как это происходит? То есть, мы какие-то добрые дела делаем во имя, получается, вот маму во имя дочери. Она скапливает деньги. Предположим, она вот эти 40 дней, предположим, будет поститься. Деньги сохранятся, мясо не покупала. Либо просто там, ну какие-то деньги есть на развлечения. Ну, безутешно, мама тратит их на добро. Я лучше эти деньги положу в сокровищницу вечную. Где воры не украдут, где ржа, ржавчина не съест. Я куплю на эти деньги любовь. Дурбо говоря. И возьму эти деньги и отдам их тем, кому трудно. Я куплю перчатки нищему, я пожертвую их в благотворительный фонд, какой-то там проверенный. А лучше прям вот, лучше от лица к лицу, наверное, еще и добро делать. То есть найти человека в окружении, который нуждается в деньгах, подкопить деньжат и что-то ему купить. Даже, может быть, не раскрывая свою личность. А кто-то постоянно, если денег нет и не получается их высовывать, а кто-то нуждается в помощи, на огороде помочь, позвонить, просто поговорить. Ему грустно одному. Я трачу свое время, это мое милостыние. А еще есть духовные милостыни, когда мы покупаем книги, те же не святые-святые. И по всему городу расставляем их в пунктах буккроссинга, в церковной библиотеке приносим, в больничной библиотеке приносим. Просто кому-то дарим. И человек читает, вау, а Бог-то есть. И это духовные милостыни, раздача литературы и так далее. То есть мы еще можем творить милостыню за самоубийц. Вот такие способы молиться, помогать им. Нам предлагают святые и говорят, что, повторюсь еще раз, помнить, что Бог любит их больше, чем мы их даже любим. И сокрушается о них больше, чем мы о них сокрушаемся. Поэтому наш порыв в сердце. Не просто мы такие, о, Бог их любит. Все, даже молиться не будем. Наша молитва критично важна. Но помнить, что все в руках Божьих. И он их очень сильно любит. И верить и надеяться, что каким-то чудом из огня их Господь вытащит. Дай Бог. Мы не знаем, вытащит или нет. Даже не будем так говорить, вытащит или не вытащит. Но мы Его об этом просим. И мы верим, что Он милосерден. Как еще раз тут написано. Тут сказано, что Бог без сравнения больше, чем ты любит. Любил и любит Его. И вечную участь этого человека, самоубийце, надо предоставить благости и милосердию Бога. Который, если соблаговорит помиловать, то кто может противиться Ему? Молись же просто, без испытания, придавая сердце твое в десницу Вышнего. Вот еще такие слова, кстати, старец Лев предлагает добавлять в эту краткую формулу. Прочитаю ее молитву за самоубийцу. Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего. Ну, в данном случае отца. То есть, найди, Господи, погибшую душу отца моего. Аще, возможно, есть. То есть, если можно, помилуй. Неследимы судьбы Твои. Не подстави мне в грех молитвы сей моей. Но да будет святая воля Твоя. То есть, мы просим, Господи, если я как-то не так молюсь. То есть, если что-то не то, если я этим грешу, то невменение это в грех. Но я не прекращу молиться. Я люблю, я буду молиться. Примерно так происходит. Вот. Надеюсь, все, что мог сказать. Я сказал, хотя тема всеобъемлющая. Много о чем можно поговорить. И отцы, например, говорят, что чаще всего причиной самоубийств становится уныние. Уныние. И поэтому, если кто-то в себе такие мысли находит, то почитайте побольше про уныние. Христианин – это тот человек, который не должен унывать. Должен бегать унынию, бороться с унынием. Как это делать? И у нас на канале есть видео. Парочка. И просто в интернете очень много текстов. На сайте adbuka.ru ищите, чтобы этого не случилось. И бегайте по совету святителя Николая Сербского, этого шепота сатаны. Не верьте ему. Прибегайте к Господу Богу. Благодарите его для того, чтобы сердце наполнялось благодарностью, радостью Небесному Отцу. И этих мыслей у нас с вами внутри не было. С Богом продолжаем пребывать в Пятидесятнице. Уже половина этого срока прошла. Мы живем как бы в раю Господнем. Эти 50 дней не забывайте. Поэтому мы молимся, поем Христос воскресе и стараемся радоваться. Кто уже перестал радоваться, посмотрите видео на нашем канале про Пятидесятницу, для того, чтобы понять, от чего же мы с вами лишаемся. И до встречи с Богом, надеюсь, через неделю. До свидания.